Со стартового свистка футболисты Барановичи дали понять, для Шинников матч не будет простым. К середине первого тайма гости имели два момента, чтобы изменить цифры на табло. Но страж ворот Бобручан сохранил свои владения на замке. Невзрачная игра хозяев поля заставила тренерский штаб произвести ротацию состава уже в первом тайме. И это дало свои плоды. На 37-й минуте, вышедший на замену Сидоренко, точным ударом головы открыл счет в матче. Через две минуты отличился Скобликов. Во втором тайме характер матча не изменился. Хозяева доминировали на поле. Как итог, 55-е и 85-е минуты стали голевыми. Финальный свисток судей зафиксировал разгромную победу красно-черных со счетом 4-0. Матч можно разделить на две части. Первая – это полчаса плохого футбола в нашем исполнении. Психологически ребята до конца не настроились. Только два вовремя забитых гола полностью раскрепостили команду и подняли игровой тонус. Второй тайм был полностью наш. Мы были на голову сильнее. Добытые три очка позволили бобручанам установить паритет со смолевичами. Теперь обе команды делят первое место в турнирной таблице. Следующий матч футболисты Белшины проведут 21 сентября в гостях у светлогорского «Химика».